Добрый день! Меня зовут Аполлинария, и я, как любые многие девушки, безумно люблю готовить. Конечно, готовку я сделала своим хобби, чтобы радовать своих домашних любимых людей. Сегодня я вам предлагаю альтернативный вариант на новогодний стол без майонеза, который готовится за 10 минут. Ну что, поехали! Для этого нам необходимо буквально несколько ингредиентов. Три основных. Это замечательный сыр зимаревский. Вы можете использовать либо мягкий сыр для жаркие гриля, либо просто мягкий сыр зимаревский. Также нам уже нужна свекла и морковка. Для пряностей вы можете добавить кедровые орехи и травы сушеные французские, масло, соль, перец по вкусу. Давайте начнем с подготовки овощей. Главное для нас это нарезать морковку на крупные кубики. Я рекомендую делить морковку на три части. Тогда кубики будут примерно одинаковые и похожие на все остальные. Обязательно нам с вами понадобится противень и бумага для выпекания. Все, что мы с вами нарезали, просто без масла кладем на нашу с вами бумагу. Следующим мы будем резать свеклу. Также на крупные кубики. На этом часть, в которой мы мараем руки, закончилась. И мы наши с вами красивые кубики отправляем в духовку. Пока у нас выпекаются овощи, предлагаю с вами нарезать сыр. И так как у нас сейчас на столе есть обилие зимаревских сыров, предлагаю наглядно показать, как они могут даже сочетаться в одном блюде. Ну что, давайте начнем резать просто обычный зимаревский мягкий сыр. Освобождаем его от вакуумной упаковки. И так же режем на самые крупные дольки, чтобы по итогу у нас получились с вами примерно одинаковые квадратики, которые мы сделали из овощей. Не забывайте учитывать, что сыр мы будем жарить, и при жарке он потеряет часть влаги, а соответственно уменьшится в объемах. Так как мы будем сейчас в нашем салате использовать два сыра, то мы будем резать немножко, соответственно, мягкого сыра. И сыра для жарки гриля. С этим сыром куда все проще, и резать его не нужно. Это самый замечательный сыр, я считаю, для особо занятых хозяек, потому что вы просто его делите на пластике. Он уже нарезан за вас. Ну что, пойдемте его жарить. Добавим немножко новогодней магии, и наш сыр уже будет готов. Случилась с нами новогодняя магия, и мы достаем наш уже готовый сыр. Будьте аккуратны, сыр после гриля может быть горячим. Сейчас мы его просто так же режем на кубики. Мы решили не доводить его до хрустящей корочки, так как хотелось сохранить нежный вкус сыра. Но если вы любите похрустяще, то, конечно, подержите сыр на 3 минутки подольше. И что, тем временем у нас уже готовы овощи, и мы их достаем из духовки, и просто начинаем собирать все наши ингредиенты в одной чашечке. Слады такой степени легкие, что его даже не нужно предварительно мешать в тарелочке. Можно сразу красиво выкладывать на сервировочную тарелку, украшать и поливать маслом. Ну вот и все. Наш с вами новогодний салат без майонеза готов. Поверьте, друзья, он настолько вкусный, что нравится не только женщинам, но и мужчинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова